Юрий Михайлович, расскажите, пожалуйста, как пришла вот такая интересная идея два матча подряд в один день? Да, эта идея, она пришла в самом начале сборов, потому что мы знали, что так будет, две игры. В принципе, мы планировали задействовать всех игроков, а для этого надо было именно сыграть две игры в день. Вот все так и получилось. Правильно ли говорить о том, что в первом матче формально действовал второй состав? Нет, в первом матче играли те ребята, которые, может быть, не попали бы ни при каких условиях в стартовый, например, там Лысов, тот же Галаджан, а практика им нужна. Ну и были ребята, которые после травм восстанавливаются, и были те, которые по какой-либо причине на сегодняшний день не попали бы в стартовый состав, но играть надо. Поэтому нормально это явление. Сыграли они тоже очень даже достойно нормально. Идея была в том, чтобы посмотреть ребят на протяжении всего матча, с физической точки зрения, довольны их кондициями? Можно сказать, что да, уже довольны, потому что сыграли впервые, когда 90 минут. До этого у нас были единичные, только такие случаи, когда Баринов там играл 90 минут, Михалик. В основном играли по тайму по 60 минут. Но сегодня мы посмотрели по 90 минут, и можно сказать, что на сегодняшний день довольны. Всем очень понравился второй матч против команды Пилигрини, Хэбэй, в особенности первый тайм. И снова схема с тремя центральными защитниками. Как вообще правильно эту схему назвать? Да как хотите, называйте она. Один из вариантов – это ведение футбола. Нормальная схема, она не то, что в какую-то диковинку. Много команд играет. А мы пытаемся и будем исходить из тех задач, которые будут ставиться на конкретную игру. Либо в четыре защитника, либо в пять. Так что, как хотите, называйте. Это я не могу ответы дать на этот вопрос. 3-5-2, 3-6-1. Какие цифры правильней? 3-5-2 и 3-6-1 тоже правильней. Так что нормально все. Совсем недавно команда стала играть по такой схеме. И видно, что от матча к матчу ребята прибавляют. Вот по сегодняшнему первому тайму казалось, что они как будто всю жизнь так играют. Удается за счет тактических занятий добиться какого-то лучшего взаимопонимания? Принцип, например, Семина – он ноль сзади. А из этого уже исходим на тактических занятиях, на поле. Сегодня не пропустили, значит удается. Все нормально. Ребятам нравится. Вот это, кстати, обращая на себя внимание, кажется, что какая-то такая свежесть, новый эмоции, новый функционал. Вполне возможно, потому что, как бы, играя в одну схему все время, пропадает, может быть, какая-то изюминка. И переходя в то же время на игру в пять защитников или в три, появляется какая-то новая идея, что ли. И футболисты, сегодня, по крайней мере, видно было, что им очень интересно было. И они зацепились очень даже, видно было, душой играли. В целом положительно оцениваем вот этот двойной игровой день? Да, со всех сторон положительно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!